Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о тарифах в преддверии отопительного сезона, штрафах за расклейку объявлений и изменениях в расписании пригородных поездов. В преддверии холодов в Новосибирской области утверждены тарифы на уголь. Стоимость топлива утверждена постановлением регионального правительства. Согласно документу, розничные предельные максимальные цены за одну тонну на уголь каменных марок трех видов отличаются в зависимости от класса и от географического расположения муниципальных образований. Установленные тарифы включают налог на добавленную стоимость и затраты на погрузку в транспортное средство. Рисовать и клеить станет дорого. Новосибирские власти увеличили штрафы за несанкционированные надписи и объявления в общественных местах. Если раньше за подобные действия могли только вынести предупреждение или выписать мелкий штраф, то теперь все изменится. Тем, кто нарушит правила впервые, грозит санкция в 3 тысячи рублей. Для должностных лиц наказание выросло с 3 до 5, а для юридических лиц с 5 до 10 тысяч рублей. Штрафы за повторное правонарушение также выросли. Началась регистрация участников Олимпиады «Профессионал контрактной системы», организованной при поддержке правительства Новосибирской области. Главная цель – совершенствование знаний и повышение уровня профессионального мастерства специалистов по закупкам государственных и муниципальных заказчиков региона. Прием заявок продлится до конца сентября. Сама же Олимпиада пройдет с 5 по 21 октября. Участникам предстоит проходить онлайн-тестирование, а также решать практические задачи с использованием технических средств. Победители и призеры будут награждены ценными подарками и призами. Наука – образы будущего. В Новосибирске с 23 сентября по 2 октября пройдет декада науки. В этом году тема «Космос». Помимо основной идеи на площадках будут обсуждать идею национально-технологической инициативы и программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. В рамках декады 27 и 28 сентября состоится Всероссийский фестиваль «Наука-0+.» Всего запланировано 253 мероприятия. Основной площадкой станет Государственная публичная научно-техническая библиотека. Здесь можно посетить форумы, квесты, презентации новых нанотехнологических разработок, увидеть последние достижения в робототехнике, фотонике, захватывающие эксперименты со взрывами, молниями и поджиганиями отдельных частей тела. Для любителей ретро будет работать выставка. На ней можно будет увидеть первые ЭВМ, мониторы 30-летней давности и многое другое. Академпарк представит свою программу. В мероприятиях могут принять участие как дети, так и взрослые. Демонстрация полетов беспилотных аппаратов, лекции по разработке нанотрубок. А в детском городке пройдет выставка научно-технического творчества. Для жителей будет организован бесплатный автобус от станции метро «Речной вокзал» до технопарка и обратно. Новосибирцы, которые не попадут на фестиваль, смогут посмотреть прямую трансляцию с места событий в интернете. Мы опасались за то, что некоторые площадки останутся без внимания. Наши опасения не сбылись. Интерес в этом году по опыту прошлого года к мероприятиям фестиваля «Нуки» очень большой. Из Сибири в Петропавловск-Камчатский. В Новосибирске стартовал молодежный патриотический проект «Воровский». Желающим принять участие в акции необходимо будет пройти серию испытаний и набрать необходимое количество баллов. Победители отправятся на дальние рубежи страны на пограничный сторожевой корабль «Первого ранга». В конкурсном отборе могут принять участие школьники от 14 до 18 лет. Выявлять сильнейших будут до марта 2017 года. Сама поездка состоится летом. Расписание пригородного поезда «Новосибирск-Главный ложок» с 3 октября изменится в связи с назначением минутной остановки на новосибирском разъезде Иня. Это поможет жителям Первомайского района добираться до мегаполиса и обратно. Электропоезд будет отправляться со станции «Новосибирск-Главный» и следовать до разъезда по прежнему расписанию, а сделав минуту на остановку в 17.35 по местному времени отправиться по маршруту. На станцию «Сибирская» он прибудет в 17.39 на одну минуту позже. Далее поезд последует по расписанию. Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить в кассах перевозчика. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, как еще разрешать тратить материнский капитал, что ждет посетителей в день открытых дверей технопарка и кто приедет на Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу. Областной материнский капитал могут разрешить тратить на сельхозтехнику. Семьи могут не только купить трактор, но и необходимый инструмент для ведения личного подсобного хозяйства. Ранее с подобным законопроектом выступил местный депутат. Инициативу в первом чтении поддержали на сессии законодательного собрания. Напомню, сертификат на областной семейный капитал в размере 100 тысяч рублей предоставляется с 1 января 2012 года при рождении третьего и последующих детей. Право на этот вид социальной поддержки получают люди, проживающие на территории нашего региона не менее трех лет. Этими средствами по истечении полутора лет можно распорядиться в полном объеме или по частям, направив на улучшение жилищных условий, образование ребенка или на приобретение автомобиля. На сегодняшний день было выдано 18 тысяч сертификатов на областной материнский капитал. Завтра технопарк Новосибирского Академгородка раскроет двери для всех желающих. В рамках фестиваля «Науки» пройдет конкурс зрительских симпатий, гости выставки смогут проголосовать за понравившееся изобретение. На фестивале технического творчества «Зумерфест» можно увидеть солнечный коллектор из старой спутниковой тарелки, модели беспилотных летательных аппаратов, выполненные как профессионалами, так и начинающими инженерами. Будет работать выставка роботов детского технопарка и интерактивной зоны, на которых посетители смогут попробовать себя в программировании киборга. Параллельно в коттеджном поселке Горки Академпарка пройдет интерактивная развлекательная программа на свежем воздухе. С 12 часов между Академпарком и поселком будет ходить бесплатный транспорт. Аграрии Качковского района вышли на финишную прямую. В четырех хозяйствах работы уже закончены. В остальных уборочная кампания на стадии завершения. С подробностями Яна Рагуля. Аграрии спешат обмолотить зерно до того, как начнется осенняя непогода. В этом году Небесная канцелярия подарила крестьянам несколько погожих недель, что позволило убрать зерно сухим. Дает возможность убрать. Так вообще часто бывает, нет? Нет, это редко. Общая посевная площадь в хозяйстве Качковское – более 16 тысяч гектаров. Завершить уборку хлеборобы надеются в течение нескольких дней. Чтобы справиться с поставленной задачей, пригласили на помощь комбайнеров из других хозяйств, где уборку уже завершили. В день сегодня с этими комбайнами, а их привлеченными 19 комбайнов, мы способны 700 гектар в день свободно убирать. Без той помощи, которая нам пришла, уже сегодня выработка на один комбайн составляет 1100 гектаров. Это хороший результат для комбайнеров. И поэтому большое спасибо, конечно, за такой самоотверженный труд. Чтобы не терять драгоценное время, на поле работает бункер-накопитель вместимостью до 36 тонн. Механизаторам не нужно останавливаться для выгрузки. Это делают прямо на ходу. В целом по району на сегодняшний день убрано более 90% в посевной площади. Хлеборобы уже собрали почти 150 тысяч тонн зерна. Яна Рагуль, Артем Медведев, Новости ОТС. Сегодня подведут итоги 25-го международного осмотра конкурса студенческих работ по архитектуре и дизайну. В этом году представлено рекордное количество проектов за всю историю проведения конкурса. 728 вариантов из 55 городов России и 6 зарубежных стран. Китай, Южной Кореи, Казахстан, Армения, Азербайджан и Киргизия. Конкурсу уже больше 50 лет и за это время столица Сибири принимает его уже второй раз. Изначально состязание проходило среди союзных республик, теперь же оно вышло далеко за рамки СНГ. Среди участников около 20 новосибирцев. Особое внимание общественного значимым объекта, обустройство городской среды и сельских территорий. Этот смотр-конкурс позволяет найти лучших и раскрыть перед ними перспективы. Выставка будет работать до 25 сентября. Посетить ее может любой желающий. Кроме того, для студентов и выпускников знаменитые дизайнеры и архитекторы проведут мастер-классы. Награждение лучших, слова благодарности и многое другое. Сегодня в ДК имени Октябрьской революции состоится торжественное собрание, посвященное Дню машиностроителя. В мероприятии примут участие руководители и работники 40 крупнейших новосибирских предприятий. Отмечу, в городе сейчас работает 235 организаций крупной и средней промышленности, из которых 201 занято в обрабатывающих производствах, 33 в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. Напомню, День машиностроителя, праздник, установленный еще в советское время, ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября. Баскетбольная неделя. В Новосибирске пройдет Кубок Сибири и Дальнего Востока. В предсезонном турнире примут участие сильнейшие клубы Суперлиги. В борьбу за трофеи вступят пять команд. Действующий чемпион Суперлиги Сахалина, Владивостокский Спартак Приморья, Иркут, Алтай-Баскет и Новосибирск. Турнир пройдет по круговой системе. Это значит, победитель будет определен по количеству побед. Наша команда стартует матчем с ближайшими соседями, Барнаульским Алтай-Баскетом. Игра состоится в воскресенье, 25 сентября, в спорткомплексе «Север», начало в 19.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы. До встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о достижении новосибирских ученых, новом всероссийском конкурсе для школьников и соревнованиях на Кубок губернатора по бильярдному спорту. Долги по зарплате должны быть ликвидированы. Этого потребовал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Всего предприятия и организации должны своим сотрудникам 65,5 миллионов рублей. Жалования не получают почти 2,5 тысячи человек. Правда, динамика положительная. Долги стали меньше, чем год назад, почти в три раза. Наибольшие суммы задерживают общество Сибнефт-геофизика, завод ПСК и предприятие Куйбышев-Жилкомхолс. Сибиряки вновь удивили. Наши ученые получили мегагранты на 90 миллионов рублей. Деньги дадут физику и геологу из Новосибирского государственного университета. На эту сумму специалисты будут изучать нелинейную оптику волоконных систем и процессы образования гор на склачатых поясах Тихоокеанского типа. Конкурс мегагрантов правительство России проводит в этом году в Пиатерес. Новосибирцы вошли в число 40 победителей из 45 стран мира. В Новосибирском театре музыкальной комедии сегодня открывают фойе после ремонта. Как изменились привычные помещения, расскажет Елена Мирошниченко. Пришел в театр, а попал во дворец. Керамогранитный пол, тяжелые портьеры, лепнина. В Театре музыкальной комедии сегодня представили новосибирцам фойе после ремонта. Весь стиль, который вы видите, касаемый и пола, и штор, и стен, и даже той самой мебели, которую вы наблюдаете, он представляет собой определенную дворцовую архитектуру. И нам очень хочется, чтобы люди, которые приходят в театр, они чувствовали себя на празднике во дворце. Как отвлечься от реальности и полностью погрузиться в мир театрального пространства, здесь тоже продумали. Пошли на хитрый ход. После ремонта фойе-театра появилась и вот такая ячейка для зарядки телефонов с разными разъемами. Ищем подходящий. Включаем. Процесс пошел. Кстати, очень удобно, не будет отвлекать во время представления. Ничего подобного ни в одном театре Новосибирска пока нет. Изначально театр музыкальной комедии строили с расчетом на 50 лет. Потом планировали возвести новое здание. Но храму искусства уже 57 лет, и за это время его ни разу капитально не ремонтировали. На косметический ремонт фойе театр накопил сам. Ремонт снаружи профинансировало правительство Новосибирской области. Уже обновили крыши, утеплили стены. Впереди еще много работы. Сейчас мы делаем проектно-сметную документацию на наши все декорационные работы. Это будет во дворе. Потом у нас мастерская по плану. И потом подсобные помещения мы уже начали в этом году делать. Проектная есть уже документация, потихонечку уже делаем ее. То есть мы уже спустились в подвал и работаем там в том числе. Проектно-сметную документацию на следующий год составили практически для всех театров города. В первую очередь, говорят региональные власти, необходимо восстановить материально-техническую базу. Сменить сценическое и музыкальное оборудование, отремонтировать фасады. Сегодня они рушатся почти на всех зданиях театров. Бюджетные вложения на эти цели увеличили. Только на ремонт кровли мускомедии правительство потратило больше 2 миллионов рублей. Дополнительные средства выделили и на ремонт первого театра, красного факела и старого дома. Елена Мирошниченко, Артем Валевич, Новости ОТС. Образовательная платформа учи.ру запустила собственный мультсериал «Заврики», который должен мотивировать школьников изучать математику. Новые выпуски могут видеть не все ученики, а только те, которые выполнили 10 заданий в личном кабинете на сайте. Действие мультфильма разворачивается на далекой планете, населенной динозаврами. Главные герои сериала «Заврики Гриша» и его младшая сестра Соня сталкиваются с нестандартными задачами, но легко преодолевают их благодаря отличным знаниям из школьной программы. Напомню, сайт учи.ру – это онлайн-платформа, с помощью которой уже почти миллион учеников из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Сильнейшие бильярдисты Сибирского федерального округа примут участие в Кубке губернатора Новосибирской области, который пройдет с 23 по 26 сентября. Это уже третий турнир. В 2016 году ожидается более 100 спортсменов. Соревнования проводят среди женщин и мужчин в дисциплине «Свободная пирамида». Цель Кубка – пропаганда здорового образа жизни и популяризация бильярдного спорта. Победители турнира будут награждены кубками, медалями, дипломами, ценными подарками и денежными призами. К этой минуте у меня все новости. С ними воспознакомил Александр Журбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете на крупном форуме в Новосибирске о повышенном спросе на лекарства и бесплатных консультациях юристов. Уже завтра в Новосибирске в шестой раз стартует международный форум индустриально-парковых проектов «Инпарк». Его цель – привлечение прямых инвестиций в Новосибирскую область, создание новых рабочих мест и формирование новой инфраструктуры региона. За время своего существования форум стал авторитетной экспертной площадкой. Ключевая тема сегодня – роль парков в развитии промышленного сектора. Участники обсудят, как формировать благоприятный инвестиционный климат и создавать эффективные механизмы привлечения денег. Кроме того, большое внимание уделят продвижению региональных инициатив на федеральном уровне. Ключевые мероприятия форума пройдут в формате мозговых штурмов с выработкой итоговых рекомендаций. В преддверии холодов в аптеках начинают появляться очереди. Как отмечают фармацевты, у них выросли продажи противопростудных и противовирусных препаратов. С 1 августа уже наблюдается увеличение спроса на сезонные лекарства. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 30% и составил почти 45 миллионов упаковок на сумму 7,5 миллионов рублей. Консультация юриста любому по любому вопросу. Сегодня Новосибирское отделение ассоциации проводит день бесплатной юридической помощи. Как правильно составить договор аренды или оформить сделку купли-продажи? От наследственного права до проблем, которые возникают в сфере земельных отношений. На эти и другие вопросы ответят квалифицированные сотрудники. Получить бесплатную юридическую консультацию можно с 9.30 до 16.30 по адресу Красный проспект, 34, вход со стороны улицы Депутатской. Новый учебный год, но не в школе, а в больнице. Некоторые ученики по состоянию здоровья вынуждены находиться в медицинских учреждениях. Как у них проходит учебный процесс, узнала Наталья Цопина. А чьим улицам ведется представление, действительно? Это авторское. Зарине отвечать приходится на все вопросы учителя. За спины одноклассников не спрячешься. В больнице обучение практически индивидуальное. Нет ровесников в отделении, будешь единственным учеником. Причем поблажек никаких. Учебникам не ограничиваются. Многие приезжают с техникой, поэтому что-то они могут посмотреть и в интернете, на сайты зайти образовательные. С какой-то информацией не только с учебником мы знакомимся, а что-то дополнительное тоже используем обязательно. Иначе им скучно будет. Учителя из 128-й школы уже много лет ведут уроки в областной больнице. Екатерина Евгеньевна преподает русский литературу здесь уже четвертый год. Рассказывает, начинают работу еще в конце августа. Приходят, знакомятся с детьми, составляют план занятий. На 1 сентября в медучреждении было 70 учеников. Учителей такие же требования, как и в школах. Также задают домашние задания, индивидуально с каждым занимаются. Стараются прийти в первой половине дня, пока дети не устали. Преподают все профильные предметы. Многие ребята находятся в больнице не по одной неделе. Процентов 20, наверное, те, кто лежат долго. Это урологические больные, они меньше 10-14 дней не лежат. Практологические больные, которые могут лежать неделями и месяцами. Поэтому педагоги, они обязательно должны быть. Дети не должны отставать от основной школьной программы. В отделении детской хирургии в качестве класса специальный кабинет. В травматологии лежачих больных больше, потому уроки у всех юных пациентов проходят прямо в палате. Причем обучают по тем же программам, что и в школе. Те, кто привык подглядывать и списывать, испытывают сложности, когда на уроке к ним такое внимание. Даша говорит, индивидуальные занятия для нее привычны. Она и в остальное время на домашнем обучении. Большой плюс. Если материал не понял, у учителя на тебя всегда найдется время. Объяснить подробнее. Наталья Цопина, Алексей Зубила. Новости ОТС. Фестиваль науки Эври Кафес 2016 стартует 28 сентября. Как это устроено, как это работает и для чего это надо? Три главных вопроса, на которые будут отвечать эксперты мероприятия, исследователи, инженеры, художники и сами участники во время мастер-классов и других интерактивных событий. Впервые в Новосибирске будут проведены ночные сборы юных инженеров, где ребята смогут не только послушать интересные лекции, но и поучаствовать в квестах и командных играх. Те, кто любит вступать в диалоги и спорить с лекторами, сможет сделать это, придя на интерактивной лектории «Сыр», концепция которого была создана лабораторией игр городского центра проектного творчества. Принять участие смогут команды школьников старших классов. Посетители ждет увлекательное путешествие в мир технологий и технических решений настоящего и будущего. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok